Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем с вами читать книжки, знакомиться с новыми книгами. И на данный момент мы с вами продолжим изучать или читать книги Дэвида Маки. Дэвид Маки это один из ведущих современных британских авторов, по многим его книгам сняты уже в мультфильмы. И самый знаменитый герой Дэвида Маки, как мы уже с вами познакомились, это «Слон в клеточку Элмер». Первая книга этой серии вышла в 1968 году. Сегодня мы продолжим с вами читать про Элмера книжечку. И в данный момент мы будем читать книгу «Элмер и пропавший мишка». «На темном небе уже зажглись звезды, когда Элмер, слон в клеточку, услышал чей-то плач. Плакал маленький слоненок. Он не может уснуть без своего мишки», – рассказала слониха мама. «Мы брали его с собой на пикник и где-то забыли». «Не волнуйтесь», – успокоил слониху Элмер, – «возьмите пока моего, а завтра я поищу вашего». И Элмер принес своего плюшевого медвежонка. Слоненок улыбнулся и, усадив мишку рядом, уснул. На следующий день Элмер отправился на поиски пропавшего медведя. Но не успел он далеко уйти, как встретил своего кузена Уилбера. «Привет, Уилбер», – сказал Элмер. «Слоненок потерял медвежонка. Ты его случайно не видел?» «Нет», – ответил Уилбер. «Но если увижу, сообщу». Очень скоро Элмер услышал чей-то голос. «Привет, Элмер! Куда идешь?» Это был лев. «Слоненок потерял своего мишку. Я обещал его найти», – сказал Элмер. «О, ужин!» – посочувствовал лев. Представляю, как бы расстроился львенок, если бы он потерял своего мишку. «Если я его где-то увижу, я дам тебе знать. Попробуй, спроси у тигра». Проходя мимо жилища тигра, Элмер крикнул. «Йо-хоу, тигр!» «Тише, Элмер!» – шепотом прошептал тигр. «Близнецы спят!» «Ой, прости!» «Я просто хотел сказать, что слоненок потерял своего мишку. Ты случайно не видел?» «Бедняга!» – сказал тигр. «Мои близнецы ни за что бы не уснули без своих медвежат. Если я его увижу, дам знать». Элмер обошел всех зверей. У каждого малыша был свой плюшевый мишка, но никто не видел мишку-слоненка. И все говорили одно и то же. «Если мы его увидим, дадим тебе знать». День подходил к отцу, а медвежонок так и не находился. «Скорее бы его разыскать!» – думал Элмер. «Скоро уж спать пора!» И в эту секунду он услышал крики. «Помогите!» «Спасите!» А потом еще. «На помощь!» «Я заблудился!» Элмер пробрался сквозь заросли и увидел плюшевого мишку. Казалось, что кричал именно он. «Пожалуйста, помогите мне!» – попросил мишка. «Я потерялся! Мне нужен слоненок!» «Ты умеешь говорить?» – удивился Элмер. «Я хочу домой!» – сказал мишка. «Без слоненка я не могу уснуть!» «Я не могу уснуть!» Элмер не знал, что и думал, что ты говоришь, не раскрывая рта, – заметил он. И тут из зарослей вышел Уилбер. «Уилбер!» – рассмеялся Элмер. «Как же я сразу не догадался, что это ты говорил за медвежонка!» Уилбер хмыхнул. «Я же сказал, что сообщу, как только его увижу. Ну ладно, давай отнесем его домой, а то уже темнеет!» И, распевая песни, они двинулись в обратный путь. Слоненок был ужасно рад и сразу же вернул Элмеру его медведя. Слониха не знала, как отблагодарить Элмера и Уилбера за помощь. «Элмер?» – спросил Уилбер. «Неужели ты не боялся, что слоненок захочет оставить твоего мишку у себя? Ведь твой медвежонок особенный и не похож на других медвежат!» «Ты меня удивляешь, Уилбер!» – ответил Элмер. «Неужели ты не знаешь, что можно быть похожим на других и особенно одновременно?» «Все медвежата похожи, но каждый из них особенный!» Дорогие ребята, а сейчас мы познакомимся еще с одной книжкой Дэвида Маки «Элмер и незнакомец». Элмер, слон в клеточку, вышел на утреннюю прогулку и встретил тигра. «Элмер, – сказал тигр, – у нас в лесу появился незнакомец, и ведет он себя довольно странно. Он прыгает и падает!» «Незнакомцы часто кажутся странными, – ответил Элмер. «А еще он какой-то грустный!» – добавил тигр. Тут откуда ни возьмись лев. «Привет, Элмер! Привет, тигр!» – поздоровался он. «Послушай, Элмер, у нас в лицу незнакомец. Он, как бы это сказать, прыгает!» – договорил за него тигр. Элмер уже в курсе. «А когда прыгает, он, как бы это сказать, падает!» – договорил тигр. «Элмер все знает!» «Ну да! А еще он какой-то, как бы это сказать, грустный!» – закончил тигр. «Элмер знает!» «Пошли, посмотрим!» – улыбнулся Элмер. «Они вышли на поляну вот здесь!» – показал тигр. «Он обычно прыгает и падает!» – добавил лев. «А вот и он сам!» В моряне огромными скачками приближался кенгуру. Вдруг он остановился, задумался и упал. Потом сел и заплакал. «Все напрасно!» – рыдал он. «Бедолага!» – сказал лев. «Давайте подойдем к нему!» – предложил Элмер. «Привет!» – сказал Элмер. «Что случилось?» «Привет!» – схлипнул кенгуру. «Я не умею прыгать! Как не стараюсь, все время падаю!» «Скоро соревнования, и я хотел потренироваться, пока никто не видит!» «Но все бестолку! Я не умею прыгать! Меня засмеют!» «Но ты только что так красиво прыгал!» – возразил тигр. «Ерунда! Это я просто скакал для разминки!» «Вообще-то я неплохо скачу!» – продолжил кенгуру. И в доказательство своих слов поскочил выше жирафа, который случайно проходил мимо. «Потрясающе!» – сказал тигр. «Но стоит мне подумать о прыжке, я сразу падаю!» – вздохнул кенгуру. «Утро вечера мудренее!» – сказал Элмер. «Увидимся завтра!» «По пути домой лев спросил. «Послушай, Элмер, я, конечно, не очень быстро соображаю, но разве скакать и прыгать не почти одно и то же?» «Ты прав, лев!» – ответил Элмер. «Но кенгуру думает, что прыжки – это что-то более трудное и важное. Бывает, например, что хочешь уснуть и не можешь. Но как только перестаешь об этом думать, тут же засыпаешь!» «Льву это непонятно!» – сказал тигр. Элмер рассмеялся, и на этом они расстались. На следующее утро Элмер о чем-то договорился со львом и тигром и отправился к кенгуру. «Пошли!» – сказал ему Элмер. «Лев и тигр ждут нас у реки!» Элмер двинулся в путь, а кенгуру скакал за ним, перед ним, вокруг него и даже над ним. На другой стороне реки стояли лев и тигр. Об этом их попросил Элмер. «Эх!» – огорчился Элмер. «Придется лезть в воду!» Кенгуру засмеялся и, подлетев в воздух, приземлился рядом со львом и тигром. «Вот это прыжок!» – восхитительно заметил тигр. «Ты хочешь сказать «скачок»?» – поправил его кенгуру. «Прыгать-то я не умею!» – лев хихикнул. «Скачок» – это тоже прыжок!» «Лев прав!» – сказал Элмер. «Не думай о прыжках! Просто скачи и все! А теперь бежим на соревнования!» Кенгуру показывал дорогу своим новым друзьям, довольны, что они пошли с ним. Они подоспели как раз к началу. Скоро Элмер сказал кенгуру. «Ну давай! Теперь твоя очередь!» Только что какой-то белый кенгуру совершил гигантский прыжок, и публика ликовала. «Куда мне с ним тягаться?» – вздохнул кенгуру. Элмер что-то шепнул льву и тигру. Они улыбнулись и стали впереди всех, чуть дальше того места, куда только что прыгнул белый кенгуру. Пока кенгуру готовился к прыжку, Элмер тихонько сказал ему на ушко. «Эх, придется лезть в воду!» Кенгуру засмеялся и, подлетев в воздух, приземлился рядом со львом и тигром. Он прыгнул дальше всех и выиграл соревнования. Вечером кенгуру поблагодарил Элмера, льва и тигра за помощь. «Я вспомнил, как мы ходили к реке», – сказал он. «О прыжках я вообще не думал». Уже дома лев сказал. «Странно, я считал его, как бы это сказать, странным незнакомцем», – договорил за него тигр. «Да», – засмеялся Элмер, – «а теперь мы все, как бы это сказать, друзья». И они расхохотались. Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы с вами прочитали еще две книжки про слона в клеточку, которого зовут Элмер.